Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Этот видеокурс посвящен редактору Brackets. В данном уроке рассмотрим некоторые полезные функции редактора Brackets. Возьмем любой файл и посмотрим. В меню вид у нас есть функция скрыть боковую панель. Это вот эта панель, ее можно показать и убрать. Кнопка Ctrl-Alt-H. Также увеличить и уменьшить шрифт, в зависимости от того как вам удобно. Подсвечивать активную строку. Эта функция, когда она включена, показывает ту строку, где находится наш курсор серым цветом. Номера строк. Можно включить или отключить. То есть функция показывает номера строк. Очень удобная и полезная функция. Заворачивать строки. Если она отключена, то большие строки, которые не влазят в экран, у нас будут отображаться в одну строку. И нам придется пролистывать с помощью скролл-бара снизу. Вправо или влево. Если же включить данную функцию, то строка просто будет написана в несколько строк. Но тем не менее, она является одной строкой, как мы видим здесь. Это девятая строка. Просто она записана для удобства вот в таком виде. В принципе, из полезного здесь все. Также мы снизу видим строка 9, столбец 469. Это место, где находится наш курсор. Мы можем его поставить вот сюда и увидеть. 29 строка, столбец 1. Также есть режим вставки и замены. То есть, это аналог нажатой клавиши Insert. Мы можем просто печатать текст. Либо же мы можем нажать клавишу Insert и заменять текст на новый. Кодировка. Рекомендую использовать UTF-8. Тип файла. Здесь мы можем выбрать тип файла, если программа автоматически выбрала его неверно. И пробелы. Это число пробелов, которое будет ставиться при табуляции. То есть, мы нажимаем Tab, и у нас выставляется 8 пробелов в данный момент. Если поменять это значение, например, на 4, то при табуляции у нас будет выставляться 4 пробела. На этом все. В следующем уроке мы рассмотрим плагины, которые можно установить в Redactor Brackets. Не забывайте также подписываться на канал, ставить лайки этому видео, если оно вам понравилось, и писать в комментариях ваши пожелания. А также подписывайтесь на нашу группу в ВК и нажимайте на колокольчик. Вся информация и ссылки будет в описании под этим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч. Продолжение следует...